Кино, сериалы и национальный контент. С ТВ Плюс от Казахтелеком. Куриные яйца становятся для активенцев почти золотыми, за неделю подорожав на 4,5%. Их стоимость возросла до 680 синге. Ни асфальта, ни дворового освещения и до сих пор без отопления. Жители 9 этажки по Тургенево не могут добиться от КСК элементарного комфорта для своих семей. Пригородные фермеры завершили сбор урожая. Плоды их труда актюбинцы смогут увидеть на традиционных сельхозярмарках, которые будут проводиться каждую субботу. С начала года полторы тысячи работников актюбинских предприятий пожаловались на невыплату зарплаты. Инспекторы выявили сотни нарушений трудового законодательства. В эфире программа «Факт-студия» Гухар Тургаева. Здравствуйте! 30-летний мотоциклист погиб в ДТП на трассе вблизи поселка Кумтагай Иргизского района. При выезде со второстепенной дороги на главную Самаро-Шенкенту он столкнулся с грузовым дафом. За рулем большегруза находился 33-летний гражданин Узбекистана. Он двигался в направлении Казалардинской области. В результате аварии на месте от полученных травм скончался водитель мотоцикла, житель села Кумтагай. При этом установлено, что мотоциклист не имел водительских прав. По факту проводится расследование в рамках уголовного дела. Цена на куриные яйца в регионе растет еженедельно. Об этом свидетельствует анализ данных, проводимые сотрудниками областного департамента статистики. Только за последние 7 дней стоимость яиц выросла на 4,4%. Сейчас они стоят в среднем 650 тенге за десяток. Цены чуть ниже только в крупных торговых сетях. Специалисты департамента статистики отметили, что на этой неделе стоимость картофеля, моркови и капусты упала. Вероятно, это сезонное явление. Значительное повышение цен за неделю на 17 октября 2023 года на социально значимые продовольственные товары по городу Октябрь отмечено на яйца 4,4%, сахар, пиццок повысился на 0,3%. Снижение цен наблюдалось на рис 2,3%, кефир 2,5%, жирности на 1,4%, творог на 0,5%, капуста на 1,2%, лук на 1%, картофель на 0,9%. Лужи в подвале, ручьи воды, сочащиеся из труб. Вот с чем приходится мириться жильцам одной из октябрьских девятиэтажек. Со старта отопительного сезона прошло уже три дня, однако в этом доме до сих пор не подали полноценно тепло. Жильцы опасаются, что с таким халатным отношением со стороны КСК зимой им придется переживать вокруг костров и в телогрейках. В двух подъездах первого корпуса дома номер 76 по улице Тургенева с началом отопительного сезона так и не появилось заветного тепла. Негодование жильцов достигло пика, и сегодня они пришли с претензиями на порог здешнего кондоминиума. У нас висит на подъезде объявление, что будут давать отопление. Все люди, кто дома, кто на работе, все этот процесс ждали, контролировали. Кто мог, спускал воду. У всех маленькие дети, больные старики. Это невозможно в таких условиях существовать. Я так думаю, если какая-то проблема есть в доме, неважно где, в квартирах, либо в подвале, вы как представитель КСК, вы курируете этот дом, в частности, мы говорим только за этот дом. Я считаю, что вы должны были выйти и с жильцами провести собрание, выяснить причину, найти виновных, как-то, я не знаю, вместе согласованно все это решать. Жильцы рассказали, что летом они собственноручно собрали по 3000 тенге с каждой квартиры, чтобы им, наконец, наладили теплоснабжение. Но воз и ныне там. Кабинет председателя кондоминиума в этом же доме очень теплый, чего не скажешь о квартирах самих жильцов. И этот факт председателя, по всей видимости, полностью устраивает. Ведь пока он занимается лишь тем, что винит в отсутствии тепла своих же соседей. В этом доме запустили воду мы с 15-го числа, но в некоторых домах до сих пор нету тепла, потому что в доме мы по всем этажам прошли, дома закрыты, мы не можем домой зайти, не знаем, где, где, у кого закрыто, люди в воздух должны с верхних этажей спускать. Не спускать, никому ничего не нужно в этом доме, ничего не нужно абсолютно. Спор между двумя сторонами продолжается уже несколько лет. Из года в год ситуация с теплоснабжением не меняется. Мы предлагали собрать деньги с должников и сделать ремонт своими силами. У нас была смета, у нас были люди найдены. Ну, записать в долг. Ну, как в долг. Значит, то, что мы должны, он отмечает, что мы ему сдали, и мы делаем ремонт. Он же ничего не хочет. У него он документы не дает на оплату КСК, он поднял цену, не имея на то право. Так мы понимаем, у нас многие не хотят платить, потому что за что платить. Отдельное внимание следует уделить подвалу, вход в который местный сантехник упорно не хотел открывать, ссылаясь на отсутствие ключей. Их он по итогу нашел, но потом он неожиданно забыл, как включается свет в помещении. Все для того, чтобы жильцы не смогли разглядеть, в какое болото здесь все превратилось. Сантехнику, по всей видимости, равно как и председателю КСК, в нынешних условиях пребывать вполне комфортно. Вот только жильцам, которые еще и платят за такое обслуживание деньги, от этого лучше не становится. Влад Рогушев, программа «Факт». Городские фермеры, те, чьи угодья располагаются в пригородной зоне, завершили сбор урожая. Плоды их труда октябинцы смогут увидеть на традиционных сельскохозяйственных ярмарках, которые будут проводиться каждую субботу на коммунальном рынке Табыс. Трудные погодные условия сыграли в этом году свою малоприятную роль. Где-то в стране засуха, а у нас холодная весна и проливные дожди сказались на объемах и качестве нового урожая. Однако все, что можно было сделать, аграрии сделали. В пригородной зоне зерновые уже собраны. Засеяно здесь было 7 с лишним тысяч гектаров пахотной земли. Тем не менее, уборочные работы завершены к 10 октября. В общей сложности собрано 4200 тонн зерновых культур. Среднее урожайение составило порядка 6 сантиметров с одного гектара. Что, конечно, не очень высокий показатель. И самое главное то, что особенно зерно пшеницы очень высокой влажности до 24% местами и выше. Что очень сильно влияет на качество и, соответственно, на классность зерна пшеницы. Поэтому государством были приняты меры, правительством для поддержки сельхозформирования. На подступах к городу фермеры выращивают и все, что нужно для приготовления борща. Часть урожая уже собрана. И, как ожидается, будет поступать каждую субботу на прилавки коммунального рынка Табыс. Здесь начались традиционные сезонные ярмарки с ценами ниже рыночных. Картофель фермеры в этом году посадили на площади 320 гектар. В принципе, все хозяйствующие субъекты уже собрали. Осталось немножко у нас площади в Топригородном, одном из крупнейших сельхозформирований возле нашего города. И у них же осталось немного площадь овощей. Ну, там это поздние сорта капусты, морковка, свекла. Надеемся, что в ближайшие 10 дней, декады, пока погода еще дает теплое время, наше хозяйство завершит уборку. И мы, как говорится, хозяйство уже будет готовиться к проведению Дня сельского хозяйства. Аграрии сетуют только, что овощехранилищ для их продукции не хватает. Поэтому часть урожая приходится продавать в другие регионы, вместо того, чтобы наполнять свой внутренний рынок. Некоторые трудности возникают и при сдаче масличных культур на маслоперерабатывающие заводы. Хотя, вопреки погоде, собрали целых 17 тысяч тонн. На 2 тысячи больше, чем в прошлом году. И опять же, невзирая на капризы природы, постарались обеспечить кормами домашний скот. Пригородные фермеры заготовили на эти цели 60 тысяч тонн фуража. Лариса Афанасьева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». С начала года полторы тысячи работников предприятий нашей области обратились в инспекцию труда из-за невыплаты заработной платы. На фоне этого инспекторы провели ряд внеплановых проверок и выявили несколько сотен нарушений законодательства со стороны работодателей. Стоит отметить, что в этом году жертвами несчастных случаев из-за несоблюдения требований безопасности на производстве стали уже 11 человек. Инспекторы труда сегодня отметили, что в регионе немало предприятий, где не выплачивается вовремя зарплата. В этом году на глав шести предприятий пожаловались 1555 работников из-за отсутствия оплаты труда. В связи с этим, с начала года сотрудники областной инспекции труда провели 345 проверок и выявили 435 нарушений законодательства. В этом году 11 человек стали жертвами несчастных случаев из-за несоблюдения требований безопасности на производстве, низкой квалификации и поломки оборудования. Случаи, смертельные случаи произошли в ЖНГК, акционерное общество, АКТЮБИМУНОЭГАЗ, предприятия, коммунальное предприятие ТОНЕОПЛЮС, ТОАОАО «Алтенэкс Компания», компания «Транскозаметстрой». Вот в этих предприятиях произошли несчастные случаи. В течение двух лет в Актюбинской области у нас снизилось количество производственного травматизма. Трудовые споры в основном возникают на предприятиях, где нет профсоюза, говорят инспекторы. Основная причина невыплаты зарплаты – это отсутствие договора между работодателем и работником. Трудовые споры чаще всего возникают на почте недовольства размером зарплат, задержки ее выплат, а также из-за слабого взаимодействия между сотрудником и начальством. Влад Рогушев, программа «Факт». Спутник передает, Украинская Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украины православной церкви, сообщает РИА Новости. Согласно тексту пояснительной записки, опубликованной на сайте украинского парламента, законопроект предлагает изменения, которые предусматривают возможность предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины. Ранее Всемирный совет церквей заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. В продолжении смотрите Новости Республики. МВД предупреждает, что наркопреступления, совершенные с использованием интернет-ресурсов, относятся к категории особо тяжких, за которые предусматривается лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискации имущества. Трое подозреваемых в разбойном нападении со стрельбой задержаны в Алматинской области. 8 октября они совершили разбойное нападение в селе Косымбек, угрожая хозяевам и произведя выстрелы из гладкоствольного оружия, похитили сейф, где находилось 40 миллионов тенге и золотые украшения. Возбуждено уголовное дело. Подросток задержан по делу о терроризме в Карагандинской области. 17 октября в 22 часа в полицию Сарани позвонил неизвестный и сообщил, что он заложил бомбу в здании Дома культуры одного из пригородных поселков. Во время осмотра взрывных устройств обнаружено не было. 16-летний задержанный пояснил, что таким образом пошутил. Возбуждено уголовное дело. Бизнесмен Карат Буранбаев передал государству новые активы на общую сумму 58 миллиардов тенге. Так, в собственность государства передано месторождение Каражанбас Северный, газораспределительная компания Азия Газ Чунджа, завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования. Продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа, сообщает Костак. 13 из 19 видов социально значимых продовольственных товаров подорожали с начала октября, сообщают бюро Нацстатистики. Из этой корзины цены снизились только на макароны, подсолнечное масло, картофель, морковь, капусту и лук. Больше всего подорожали яйца и пшеничная мука на 4%. Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы в войне, сообщил вице-министр торговли и интеграции Карат Торибаев сегодня в кулуарах Сената. В числе таких товаров – дроны, электрочипы и электроника. Эти 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через нашу страну. Президент Касым Жамартакаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником. Он отметил, что их работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия, добавил Такаев. Два новых профессиональных праздника хотят внести в казахстанский календарь красных дат. День работников гражданской авиации Республики Казахстан – 1 февраля. День бурильщика – 3 суббота ноября. Говорится в проекте приказа Министерства труда и соцзащиты населения. Во втором блоке программы смотрите следующие сюжеты. День открытых дверей для инвалидов сегодня прошел в пятой поликлинике. Бесплатные консультации оказывали не только врачи, но и сотрудники комитета труда и соцзащиты. Лудомания, бремя долгов, вредные привычки и, как следствие, психические расстройства и самоубийства. О тревожных тенденциях говорили сегодня на специальном брифинге. Они ежедневно рискуют своим здоровьем, а зачастую и жизнью. Их профессия в числе самых опасных и благородных. Сегодня Казахстан отмечает День спасателя. Все, что ты любишь. Кино, сериалы и национальный контент. Смотри везде, где захочется. Сразу, на всех устройствах. Выбирай все с ТВ Плюс от Казахтелеком. Ключи удачи, ключи успеха, ключи счастья. Национальная лотерея сайта Желдос объявляет о фантастической охоте за удачей. Теперь каждый месяц у вас есть двойной шанс изменить свою судьбу. Выиграйте квартиру и машину. Билеты можно приобрести в точках продаж, в отделениях почты и на сайте sz.kz. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение. Верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Продолжим новости. День открытых дверей для людей с ограниченными физическими возможностями сегодня прошел в пятой поликлинике. Бесплатные консультации для инвалидов проводили не только врачи, но и сотрудники комитета труда и социальной защиты. Всего за поликлиникой закреплено более 200 пациентов с особенностями здоровья. День открытых дверей в пятой городской поликлинике сегодня организовали сотрудники департамента комитета труда и соцзащиты совместно с сотрудниками Булздрава. Мероприятие проводилось в честь месячника по поддержке лиц с инвалидностью. К данной поликлинике прикреплено 217 таковых граждан, а общий охват населения составляет 34 тысячи человек. Наши сегодня все специалисты узкие ведут бесплатный прием. Доступ сегодня для всех инвалидов ведется открытый день до обеда. Все невропатолог, хирург, травматолог, эндокринолог и другие остальные специалисты. Сюда могут обратиться и взрослые, и дети. На сегодня у нас в поликлинике наши 34 тысячи населения. Из них 217 у нас инвалидов. Первичных выходов на сегодня у нас 7 человек. Они по разным залогам делятся. С начала года в октябренских отделах медико-социальной помощи было оказано более 7 тысяч услуг. Это установление инвалидности, степени утраты трудоспособности и определение необходимых мер социальной защиты. Всего в области насчитывается 29 тысяч инвалидов. Из них почти 5 тысяч – это дети. По сравнению с прошлым годом, общее количество лиц с ограниченными физическими возможностями выросло на 2,6%. В области за 9 месяцев инвалидизирующими заболеваниями среди взрослого населения являются онкологические заболевания. Их удельный вес среди всех инвалидизирующих заболеваний составляет 28,7%. Конечно, это настораживает. Я хочу отметить, что за последние 5 лет у нас идет неуклонный рост онкологических заболеваний. И этот показатель идет в разрез показателю республики. В республике на первом месте у нас болезни органов кровообращения. В области на втором месте болезни органов кровообращения. Их удельный вес 22%. И на третьем месте у нас травмы. Они составляют 9%. Причинами инвалидности у актюбинских детей в каждом третьем случае являются врожденные аномалии развития. На втором месте идут психические расстройства и на третьем болезни нервной системы. Влад Рогушев, программа «Факт». Лудомания, бремя долгов, вредные привычки, бичи современного общества. На этой почве люди начинают страдать от психического расстройства и даже доходят до самоубийства. В этом году 13 несовершеннолетних пытались покончить жизнь самоубийством. Троим из них это удалось. О тревожных тенденциях говорили сегодня на брифинге по профилактике психических заболеваний. В мире более 8 миллионов человек страдают психическими заболеваниями. С момента вспышки COVID-19 люди стали более склонными к депрессии и гневу. Психическое расстройство – самое опасное из этих заболеваний, которое может довести до самоубийства. В этом году в октябре жертвами суицида стали три человека. Психические заболевания можно предупредить. Это не все. Есть, конечно, заболевания, такие как шизофрения, как эпилептические приступы. Их предупредить нельзя. Но такие, как неврозы, неврастении, депрессивные состояния – их можно предупредить. Основная мера профилактики – это как и со всеми заболеваниями. Это соблюдение здорового образа жизни. Это ограничение вредных факторов. Это курение, алкоголизм и наркомания. Это вести физические какие-то занятия спортом. Как сообщили на брифинге, в 2018 году психиатрическая служба прошла реорганизацию. Все учреждения этой сферы были переименованы в Центре психического здоровья, где теперь совмещено лечение людей с ментальными проблемами и наркоманов. На сегодня в октябре действует пять таких центров, которые развернуты при поликлиниках. То есть психиатрическая служба в данный момент, в настоящее время, доступна всему населению. Не обязательно идти в психиатрическую поликлинику. Достаточно прийти в свою поликлинику, где вы прикреплены, записаться. Либо прийти в анонимном порядке. Существует и такой порядок обращения к психиатру. И, как говорится, со своими проблемами, которые у вас есть. Сегодня Казахстан отмечает День спасателя. Праздник тех, чья профессия связана со спасением людей, природных зон, материального имущества, чрезвычайных ситуациях. Эти люди рискуют собой ради других, поэтому заслуживают уважения и благодарности. В Актубе насчитывается восемь пожарных частей. В одной из них сегодня рассказали, каково это круглосуточно нести службу, зачастую связанную с риском для жизни и здоровья. Торижан Бахтагалиев уже 4 года работает в пожарной части номер 3. Он потомственный спасатель. Его отец 25 лет своей жизни отдал этому благородному делу. Теперь настал черед и сына быть примером для подражания. Когда еду на пожар, у меня адреналин. Мне нравится спасать людей. Вы чувствуете себя героем, когда совершаете такие поступки? Или для вас это уже обыденность? Да, считаю героем. Для себя и для кого-то, для семьи. Когда папа работал, он был героем. Самый первый герой. Из-за этого я полюбил эту работу. Кругосуточные дежурства с 8 утра до 8 утра. Таков график работы каждого из четырех караулов пожарной части номер 3. Бригада состоит из начальника караула, командира нескольких рядовых пожарных и, конечно же, диспетчера. Именно с этого важного звена начинается ликвидация любого бедствия. Иногда огонь распространяется на площади, охватить которую одна бригада не способна. Тогда в дело вновь вступает диспетчер и вызывает подкрепление из других пожарных частей. Всего таковых в нашем городе 8. Сотрудники третьей отвечают за Курмыш, за речный 41-й разъезд. И в их обязанности входит не только борьба с огнем. В весенний период мы выезжаем на паводковые мероприятия, помогаем населению, чтобы, как говорится, не затопило, предупредить характера, производим работы. В летний период личный состав у нас обходит вдоль реки или к пляжи, где там установленные места есть. Выезда систематически бывают, для простого населения это, наверное, не всегда видно. А мы постоянно, наши ребята, каждую смену выезжают на различные выезда различного характера. Самым сложным спасатели называют не сам процесс пожаротушения, а разбор завалов после. И дело туда же не только в том, чтобы безопасно извлечь из подобломков выживших, а в том, чтобы ресурсы для этого не заканчивались. В данной пожарной части личный состав 55 человек. Имеется у нас три основные техники. Это автосоциальная перевозка огнетущих средств и личного состава до места вызова. Также имеется у нас пожарная автолестница АЛ-30. То есть высота мы можем до 30 метров с этой машины добираться. То есть это обслуживать восьмой этаж, седьмые этажи можем обслуживать, производить аварийно-спасательные работы. Запас воздуха в кислородном баллоне не бесконечен. И в случаях с эвакуацией пострадавших из закрытых пространств могут понадобиться люди и оборудование из других пожарных частей. Лишь выступая единым фронтом, общими усилиями можно спасти жизни людей. Влад Рогушев, программа «Факт». Творческая интеллигенция, театралы и просто книголюбы отмечают столетие со дня рождения Тахауи Ахтанова, знаменитого советского и казахстанского писателя и драматурга, уроженца нашей области. Активенцы и гости города тоже имеют возможность приобщиться к творчеству мастера пера. Драматурга Тахауи Ахтанова идут на театральных сценах. Кроме того, Ахтанов – талантливый переводчик и популяризатор русской классической литературы. Он перевел на казахский многие произведения Александра Пушкина, Алексея Толстого, Максима Горького. В свою очередь, произведения Ахтанова переведены на русский, армянский, грузинский, узбекский, турецкий языки. Сын писателя Дулат Ахтанов передал в фонд библиотеки имени Байшева материалы из семейного архива. И теперь активенцы могут ознакомиться с фотогалереей, посвященной Ахтанову и книжной выставкой. Причем библиотека снабдила экспозицию QR-кодами и прочесть книги юбиляра можно и в электронном формате. Похороны также имеют свои правила на сегодня в октябре, да и по всей стране хватает граждан, которые превращают обряд прощания с умершим в показательное выступление. Они тратят баснословные деньги на то, чтобы превратить могилу своего близкого в целый мавзолей. В духовном управлении мусульман уверены, что подобные действия лишь порочат религиозные устои. Сегодня по данной теме прошел семинар в областной мечети Нургасыр. Наш центр был открыт при Духовном управлении мусульман Казахстана. Наша цель – это прийти к единому порядку захоронения умерших. В 2021 году мы приняли документы о правилах похорон. В прошлом году в 20 областях страны открылись филиалы нашего центра. Единые правила захоронения мы поковили в Астане, как пробный проект. Жители столицы одобрили и поддержали. Теперь хотим это практиковать и в других регионах страны. Сейчас проводим семинары, на которых разъясняем правила похорон духовным служащим. Спикеры из центра Камкор-Шарапат намерены добиться, чтобы на всех мусульманских кладбищах ставились только надгробия. Всех должны хоронить по единому стандарту. Имамы говорят, что во время погребальных церемоний у людей не должно быть никаких дополнительных затрат. УЕФА отреагировал на победу сборной Казахстана над Финляндией в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы 2024, сообщает Вести КЗ. Встреча прошла в Хельсинки на стадионе Олимпийский и завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей, проигрывавших после первого тайма 0-1. Зену Динов – герой сборной Казахстана, которая обыграла Финляндию и оказалась на третьем месте в группе H, говорится в сообщении УЕФА в соцсетях. Напомним, 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марина, а отборочный турнир завершит выездным матчем со Словенией 20 ноября. Ключи удачи, ключи успеха, ключи счастья! Национальная лотерея сайта Желдос объявляет о фантастической охоте за удачей. Теперь каждый месяц у вас есть двойной шанс изменить свою судьбу. Выиграйте квартиру и машину. Билеты можно приобрести в точках продаж, в отделениях почты и на сайте ez.kz. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения – экономный, оптимальный, премиальный – в рекламной службе Медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба Медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300.